Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Финансовые институты» и ее ведущий Максим Конторович. Сегодня у нас в гостях Владислав Яблонских, финансовый директор девелоперской группы компаний «Кортрос». Здравствуйте, Владислав! Добрый день, Максим! Скажите, как давно вы финансовый директор в компании и вообще, с чего вы начинали ваш трудовой стаж? Заканчивал в свое время Московский государственный станкоинструментальный институт, который потом стал университетом. И вся карьера строилась вокруг управленческой отчетности и бюджетирования. Так получилось, что потихонечку в этой области начал расти, расти, расти. Дорос до директора департамента, отвечал за всю управленческую отчетность в телекоммуникационном холдинге «Камстар». В 2010 году перешел в группу компании «Ренова», где был заместителем финансового директора группы компаний, тоже отвечал за управленческую отчетность. В 2012 году уже перешел в АКАДО на должность финансового директора. И через два года после этого перешел в Кортросс, где полтора года уже работаю финансовым директором. То есть, ваш бэкграунд такой прожженный бюджетник? Ну, можно сказать и так. Как вы дружите с главными бухгалтерами? Прекрасно, потому что в силу построения всех финансовых блоков, ну, наверное, во всех организациях, главные бухгалтера – это одна из опора финансового директора всегда. При этом, конечно, у нас немножко разный взгляд на мир. Именно. Да. Если все-таки главный бухгалтер – это обычное олицетворение такого консервативно-осторожного подхода, то финансовый директор – это больше какой-то креатив, попытка привнести что-то новое, посмотреть как-то на что-то, может быть, нетрадиционным взглядом. Но, наверное, где-то посередине лежит оптимальная истина. Ну, вы знаете, да, по факту, вот я очень много общаюсь с финансовыми директорами, и, знаете, так интересно, многие из главбухов вышли, многие из бюджетников, но вот мне нравится почему-то казначей, когда выходит. Объясню, почему. Казначей лучше всего работают с внешним рынком. Что имеется в виду? С банками, с потенциальными инвесторами. Бюджетники и бухгалтера, они сидят внутри своей такой закрытой части компании, как бэк-офис реальный. Вот как вы себя ощущаете, что все-таки, насколько вам легко теперь работать на внешний рынок после бюджетника? Я бы сказал, что я всегда был в каком-то контакте с внешним рынком, потому что опыт работы в предыдущих компаниях, это был опыт работы в публичных компаниях, которые котировались в том числе на лондонской бирже. Соответственно, это постоянное общение и с рейтинговыми агентствами, и с какими-то инвесторами в части объяснения бизнес-модели компании, ее планов на будущее. И, наверное, вот этот опыт, он как-то сразу настроил на то, что нужно контактировать и со внешней средой, что это не только какие-то внутренние коммуникации. И здесь я абсолютно никаких проблем при переходе уже к позиции финансового директора не видел. То есть это был скорее какой-то такой органичный эволюционный рост, а не что-то принципиально новое для меня. Наверное так. А все-таки менялись какие-то функции в рамках, вот когда пока вы были бюджетником и стали финансовым директором, глобально? Ну, конечно. Прежде всего, это расширение тех областей, которые находятся у тебя под управлением, под контролем, то, по сути, за что ты отвечаешь. Потому что если управленческая отчетность это понятие, хоть и очень широкое, но в некотором роде все-таки размытое, то, как правило, во всех крупных компаниях у финансового директора сразу добавляется еще бухгалтерия российская, добавляется международная бухгалтерия, либо МСФО, либо ГАП, добавляется казначейство, добавляются корпоративные финансы. Где-то эта функция разделена, где-то она не разделена. Вот у нас, например, она разделена, потому что у нас Картрос очень активно работает на финансовых рынках, мы с облигациями очень активно работаем, поэтому это отдельный совершенно функционал. И, соответственно, переход к финансовому директору, это прежде всего расширение сферы ответственности и прежде всего умение выстраивать приоритеты в своей деятельности. Потому что уже ты не можешь всем заниматься лично, ты должен выстроить механизмы, как должна работать система и определить какие-то точки контроля. Как бы не банально это звучало, но если ты этого не сделаешь, ну, сам все успеть ты не сможешь никогда. А расскажите про компанию вообще, про проекты, про текущую структуру. Картрос – это, наверное, не совсем классический девелопер, а девелопер, более близко стоящий к инвестиционным фондам. Это даже немножко компания, напоминающая маленькую ренову или какую-то маленькую инвестиционную компанию. Компания появилась 11 лет уже назад. Началась она с большого проекта в городе Екатеринбург. Это достаточно известный на рынке проект академический, проект комплексного освоения территории, крупнейший в России и крупнейший в Европе на время его старта. Это проект, который предполагает застройку порядка 9 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. То есть это, по сути, отдельный район Екатеринбурга. Город в городе. По сути, да. На сегодняшний момент проект успешно реализуется. Вот уже с 2005 года активно строится. И будет строиться еще, я уверен, не один год и, скорее всего, даже не одно десятилетие. Там достаточно серьезные, амбициозные планы. И в дальнейшем у компании появлялись новые проекты. На сегодняшний момент мы представлены и в Московской области, и в Москве, и в Перми, в Ярославле, в Санкт-Петербурге. То есть достаточно такая широкая география. Прежде всего, по тем регионам, где, с нашей точки зрения, наиболее благоприятны рыночные ситуации, наиболее интересен для нас платежеспособный спрос, который есть на рынке. Мы последние 11 лет достаточно успешно развиваемся. А управление этими проектами через какое-то дочернее зависимое общество? Или все-таки это проекты, управляемые внутри Москвы? Ну, там, например, на местах есть какие-то там обособленные подразделения мелкие. Ну, как я уже сказал, мы достаточно сильно похожи на инвестиционную компанию. То есть у нас существуют проектные компании на местах, которые непосредственно управляют проектами, осуществляют каждодневный менеджмент. И в чем-то это, наверное, похоже на портфельных управляющих в инвестфондах. Функция корпоративного центра — это, прежде всего, общее руководство, задание каких-то стратегических целей, определение правил игры, ответ на вопрос, в какие новые проекты мы заходим, какие регионы для нас наиболее привлекательны. Поэтому это скорее такая распределенная система управления. Ну, там что? В каждом из них свой финансовый директор есть? Да, в каждом из них есть свой финансовый директор. Часть функций финансового блока централизована, часть функций распределена. Как кто? Управленческий учет на самом низшем базовом уровне в части сбора информации он децентрализован. Потому что люди, сидящие в Москве, ну, они всех деталей просто охватить не могут. Это и не нужно, на самом деле. Это излишний контроль и излишние, извиняюсь за банальность, административные барьеры, которые будут мешать делать... Самому бизнесу. Ну, конечно, конечно. Они просто уже будут против бизнес-логики действовать. При этом, например, функция общения с банками, она по факту централизована. И Москва определяет те приоритетные финансовые институты, с которыми мы работаем. Мы определяем стратегию, как мы движемся. Это может быть и какое-то кредитное финансирование, и облигационные займы на рынке. Мы облигации достаточно давно уже представлены. Поэтому вот здесь какой-то микс все-таки существует. Но в основном мы стараемся не мешать людям на местах управлять операционным бизнесом. Потому что невозможно из Москвы в деталях каждый день управлять каким-то региональным проектом. Ты неизбежно будешь упускать какие-то важные вещи, и, наверное, не получишь оптимальный результат. А контроль расходов? То есть вы сейчас говорили про контроль финансирования. А дальше-то что? Контроль расходов в этой части децентрализован. То есть Москва определяет общий бюджет, Москва определяет общие лимиты расходов, Москва определяет правила, по которым эти лимиты устанавливаются, и как они могут пересматриваться. Но контроль на местах осуществляется как раз теми людьми, которые за управленческую отчетность отвечают на месте. Не знаю, каждый день, может, вам реестры каких-то платежей или нет такого до такой степени? Ну, это есть. Не каждый день. В компании существует уже устоявшаяся платежная дисциплина. Существуют календари, там, два платежных дня в неделю. В рамках которых как раз платежи смотрятся уже Москвой непосредственно. Теперь расскажите, как должность, как финансовый директор, что это для вас? То есть, насколько это творчество сильно? Или там все-таки рутины преобладает? Ну, я бы сказал, что, наверное, все-таки творчество преобладает. Потому что рутина... Вообще, мне кажется, каждый выстраивает для себя сам здесь подход. Все зависит от того, кем человек себя больше видит. Если он больше любит погружаться в какие-то детали и частности, ну, наверное, такой человек он и на любой позиции больше свою работу превратит в некую рутину. Просто потому, что он от этого удовольствие получает. Это скорее вопрос психологии, как мне кажется. Мне ближе подход больше творческий. Поэтому с точки зрения тех функций, которые больше относятся к рутинным каким-то задачам, я предпочитаю выстраивать процессы, как я уже сказал, и определять какие-то контрольные точки, но при этом не контролировать каждый шаг собственного причинения. Безусловно, безусловно. И за собой оставлять скорее какие-то такие стратегические решения, либо какие-то нестандартные ситуации, которые требуют, ну, может быть, взгляда со стороны, либо ответственности при принятии на себя каких-то решений. Потому что очень часто люди, они руководствуются своей деятельностью какими-то регламентами, боятся за них отойти. И должен быть кто-то всегда, кто сделает не какой-то шаг в сторону, не большой, и примет на себя ответственность за это решение. Вот скорее это приходится за собой оставлять. Ну, смотрите, нас будут видеть ваши сотрудники. Вот как бы вы сказали с их стороны, вы жесткий такой требовательный руководитель? Да сложно сказать. Я стараюсь не предъявлять каких-то мелочных требований. Мне не принципиально, как конкретно человек добивается результата. Самое главное, что в выговоренные сроки человек сделает то, о чем мы с ним договорились. Хоть пусть ночью сидит. А важен-то результат всегда в жизни. Процесс, он, конечно, интересен и отчасти, наверное, кого-то захватывает. Но мне всегда важно, что мы достигаем какого-то результата в те сроки, которые мы сами себе определили. И моя задача, как руководитель, она определить эти сроки и дать собственным сотрудникам ресурсы для достижения этого результата. Если я дал ресурсы и мы вместе определили сроки, дальше просто они должны этого добиться. Я доверяю своим сотрудникам, потому что я считаю, что у меня в финансовом блоке работают крайне высокопрофессиональные люди. И я просто считаю излишним контролировать каждый их шаг. Тогда зачем мы берем на работу тех людей, которым мы доверяем? Ну, еще такой вопрос. Что у вас с хобби? Есть какое-то... Ну, на хобби время остается, конечно, не очень много. В силу того, что сейчас у нас, конечно, и в экономике такая интересная ситуация. И, как любой кризис, это время возможностей. И очень много времени отнимает и анализ новых проектов, на которые мы активно смотрим. Но стараюсь периодически время какое-то вырывать. Люблю почитать в свободное время. Увлекаюсь охотой. На нее иногда появляется время. Стараюсь как-то вырваться на природу, пару дней провести без телефона, без компьютера. Очень помогает. Спасибо. Прервемся. Дорогие друзья, а сейчас реклама. Дорогие телезрители, снова в эфире программа «Финансовый институт» и ее ведущий Максим Конторович. Мы разговариваем с финансовым директором группы компаний «Кортрос» Владиславом Яблонских. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваша финансовая служба состоит из каких подразделений и какая функциональная ответственность каждого из подразделений? У нас финансовый блок выглядит достаточно классическим образом. Это управление, которое занимается бюджетным планированием и всем, что с этим связано. Это бухгалтерия российская, международная бухгалтерия, которая делает отчетность МСФО, казначейство и блок, отвечающий за корпоративные финансы. Корпфин, то есть, другими словами, кредитчики. Да. У нас эта функция разделена, опять же, в силу того, как я говорил, что мы достаточно активно работаем с финансовыми институтами. Соответственно, казначейство – это именно операционная деятельность, проведение платежей. А корпоративные финансы – это общение с банками. А те дочерние структуры, в которых есть свои финансовые службы, финансовые директора, они как подчиняются этим подразделениям? Классическая матричная схема, когда финансовый директор в регионе одновременно подчиняется своему генеральному директору административно и функциональному мне, как финансовому директору всей группы. Ну а в количественном, так сказать, показателях сотрудников? Около 70 человек. Включая дочки? Да. У вас прямое подчинение, 4 подразделения глобальных, а, 5, 4. И, соответственно, финансисты внизу. Упор в вашей работе больше на что? На капитализацию бизнеса, на управление расходами, на финансирование деятельности? Наверное, все понемножку. Потому что капитализация бизнеса – это вещь такая достаточно долгосрочная, которая акционеров, безусловно, волнует. Но это не тот раздел деятельности финансового директора, которым можно заниматься с 2 до 4 каждый день и в течение года закончить этот проект. Это длительная история, которая в рамках деятельности всей компании реализуется. Управление затратами в кризис, оптимизация финансирования – все это актуальные задачи, которые каждый день стоят на повестке дня. Поэтому всем понемножку. И все-таки вы же девелоперы, у вас бесконечно долгие проекты. Соответственно, мы и говорим о том, что в рамках этих длинных проектов, где у нас через год переходит незавершенка, бесконечно, бесконечно, бесконечно. Как вы контролируете? В рамках проекта, когда он уже реализуется, затраты контролируются в соответствии с той моделью проекта, которая изначально строится. Когда мы в проект заходим, утверждается. И дальше задача финансистов уже убедиться, что затраты будут в тех объемах не выше, чем они были утверждены изначально. Соответственно, проекты, поскольку у нас в портфеле много проектов, то эти задачи постоянно сочетаются. Если какой-то проект уже реализуется, и в рамках этого проекта основной фокус на контроль затрат, то в тот же самый момент какой-то проект стартует, и там вопрос поиска финансирования. Поскольку проектов у нас больше семи в портфеле, то по сути, как я уже сказал, финансовому директору всей группы приходится заниматься одновременно всеми задачами по чуть-чуть. Периодически фокусируясь на чем-то, что наиболее важно в этот момент. У вас целевое финансирование под проекты. А бывает такое, что один проект должен другому проекту? Нет, мы стараемся такого не допускать. И это всегда была политика не только Картроса, но и всей Реновы, чтобы не перекрещивать финансовые обязательства между разными бизнесами. Каждый проект должен быть самодостаточным. На каждом проекте акционеры должны заработать понятную для них прибыль. Поэтому такая ситуация неправильна, с моей точки зрения. И у нас ее нет. А какие-нибудь недевелоперские виды бизнеса есть в рамках группы? На сегодняшний момент мы пока что сосредоточены на классических девелоперских проектах. При этом мы развиваем направление ленд-девелопмента и считаем, что это достаточно перспективная область деятельности. Это такая сестринская деятельность по отношению к классическому девелопменту. То есть, что это предполагает? Это приобретение каких-то перспективных земельных участков, получение на них разрешительной документации градостроительной, создание какой-то концепции и продажа уже готовой земли вместе с разрешениями на строительство. Что позволяет заработать достаточно неплохую рентабельность. Вот такое соседнее направление по отношению к девелоперам мы сейчас развиваемся. Хотя можно было бы и самим. ГПЗУ получили и вперед. Можно было бы и самим, да. Но в любых проектах всегда существует понятие еще операционных рисков. И входя в любой девелоперский проект, вы безусловно заработаете еще дополнительную маржу. Но при этом пока вы реализуете проект, вы берете на себя какие-то операционные риски. Когда у вас в портфеле много проектов, как у нас, вы всегда можете построить сбалансированный денежный поток всей группы компаний. За счет того, что из каких-то проектов вы можете выйти на стадию ленд-девелопмента, получить большую маржу. Какие-то проекты реализовывать, в долгую строить классические жилые дома, которые мы строим. И вот эта комбинация, этот микс, он позволяет компании устойчиво себя чувствовать в любой ситуации. А вот этот ленд-девелопмент в Москве и Подмосковье сейчас реален вообще? Я думаю, что да. Исходя из того, что количество девелоперов в Москве и Подмосковье зашкаливает. Поэтому найти площадку более-менее, да еще и получить на нее разрешение, это сейчас не так просто. Рынок конкурентный, безусловно, в Москве и в Подмосковье. Но в кризис, что можно сказать по результатам полутора лет кризиса? Основное, наверное, это то, что компании, которые реализуют проекты с правильной локацией, с правильно сформированным продуктом, с четко понятным профилем потребителя, они не сильно ощущают этот кризис. Потому что платежеспособный спрос, он же не исчез. Да, он немножко сузился, немножко сжался, но он остался на рынке, он существует, мы это видим по себе. И если ты готов предложить рынку то, что востребовано сейчас, а покупатель хочет просто за те же деньги получать более качественный продукт, покупатель уже не готов покупать в чистом поле какую-то недвижимость без соответствующей инфраструктуры, без какой-то социальной окружающей правильной среды, школы, детские сады. И в этой ситуации спрос никуда не девается. А у нас есть компетенция по созданию в том числе и концепций по освоению территории правильному. Потому что, как я уже сказал, компания в свое время начинала с большого проекта в Екатеринбурге. И основная идея этого проекта была создать комфортное пространство для жизни, а не просто построить какую-то недвижимость где-то. Идея была как раз в том, чтобы построить маленький город, в котором будут лучшие школы, лучшие детские сады, в котором будет организовано все, начиная с озеленения и кончая наличием поликлиника и всего прочего. И имея эту компетенцию, мы как раз можем в Land Development предложить именно что-то интересное, что позволит кому-то заработать на этом проекте. А вы в том числе еще и проектировщик, генпроектировщик? Нет, мы в этом плане классический. Девелопер, именно девелопер, функции проектирования мы сами не занимаемся, она у нас на аутсорсинге. Но вы знаете, что сейчас новые технологии, переходы на BIM, Building Information Modeling, информационное моделирование зданий и сооружений. Эту технологию вы вообще используете, планируете использовать для как раз таких, в том числе Land Development? Ну и для собственных, конечно. Мы активно обсуждаем это внутри компании сейчас, и я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении, потому что, по нашему ощущению, это может позволить сильно сэкономить трудозатраты на начальном этапе, особенно в части, когда проект как-то меняется на начальных этапах своего развития. Потому что, да, наверное, с помощью BIM чуть дольше самая начальная фаза проекта идет, когда эта модель создается. Но зато потом, когда ты меняешь что-то в своей концепции, ты можешь гибко управлять и архитектурными решениями, и себестоимостью производственной. И здесь есть очень серьезные плюсы, которые мы для себя сейчас видим. Поэтому я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении. В процессе стройки контроль коллизий сразу заранее. Мы понимаем, что у нас инженерия, там, с Костовым все там бьется. Если мы говорим вообще теперь перейти в такую плоскость автоматизации, а как вы управляете проектами с технической точки зрения? У нас, наверное, такой достаточно классический подход. Я думаю, что он во многих девелоперских компаниях работает. У нас есть служба заказчика внутренне, которая занимается управлением, реализацией производственной части любого проекта. Она же курирует все отношения с нашими генподрядчиками. Поэтому здесь с точки зрения автоматизации, как я уже сказал, к BIM мы сейчас присматриваемся. Пока что какие-то классические вещи, типа Microsoft Project и Primavera. Но собираемся двигаться дальше. То есть сейчас пока не используется или используется локально? Используется и локально, и централизуется. Вот прямо в моменте сейчас. А с финансовым управлением расскажите, как у вас. То есть бухгалтерский учет, МСФО, само свое бюджетирование, казначейство, управление договорной работой и вся вот эта задача. Бухгалтерский учет, понятное дело, автоматизирован, как, наверное, сейчас во всех компаниях России. С точки зрения глобальных подходов к автоматизации управленческого учета и МСФО, МСФО в процессе внедрения ERP-системы движемся пока еще в самом начале. На какой платформе? Мы для себя выбрали Аксапту и сейчас проект у нас, можно сказать, в начальной стадии его реализации. Но задачка интересная, задачка нужная. Мне в свое время посчастливилось с двумя проектами внедрения ERP одним поруководить, в одном поучаствовать. И для меня очевидно, что эта вещь для компании нужная, потому что она позволяет в первую очередь навести порядок в бизнес-процессах внутри компании. А это самое важное. Какие-то вещи просто могут в каждодневном режиме упускаться немножко. И как раз внедрение таких вещей, как ERP, оно позволяет четче выстроить процессы, наметить точки контроля. И по результатам получить более высокую управляемость бизнеса. То есть пока у вас больше Excel, чем техническая реализация? Ну куда же без него. Excel, всем рулит. Это наше все. Это наше все. То есть все принципы формирования отчетности, всей управленческой, идет из табличек, табличек, табличек. Вот что для вас это таблички? Это, как сказать, ноты какие-то, музыка? Или все-таки такая рутина, где надо понимать, вот тут так, тут сяк? Нет, ну это безусловно скорее ноты, музыка. Причем она может меняться от Марша до Баха и Вивальди когда-то. В зависимости от степени нашего оптимизма в каком-то моменте. Но прежде всего это, конечно, творческий процесс, как и все, что связано с любым прогнозированием. Мы говорим о том, что у вас должен быть в результате какой-то портал проектов, портал информации финансовой, с которой бы сразу можно было получить проект такой-то, бюджет, выполнение, документация по проекту и так далее. То есть это у вас как раз сейчас процесс? У нас скорее идет процесс создания какой-то интегрированной системы. То есть все это существует в несколько разрозненных вариантах, потому что без этого компания бы просто не могла реализовывать много проектов одновременно. Но сейчас скорее задача в том, чтобы соединить и какие-то системы, с которыми в основном строители работают, и финансисты, и CRM к этому как-то присоединить, чтобы это все существовало в едином информационном пространстве по единому закону. Вот к этому мы движемся сейчас активно. Дорогие друзья, в эфире была программа «Финансовые институты». Ее ведущий Максим Конторович. У нас в гостях был Владислав Яблонских, финансовый директор группы компаний «Кортросс». Девелоперский бизнес. Очень все интересно. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова